Каждый год в России 22 июня – это День памяти и скорби. Именно в этот день, летом 1941 года, началась Великая Отечественная война. В преддверии памятной даты в стране проводятся различные мероприятия. В городской библиотеке Красноармейска детям рассказали о первом дне войны. Я помню, как схватила его за сапог и кричала, папка, не уходи, тебя там убьют, убьют. Когда он сел в поезд, мама взяла меня за руки, мы с ней обе рыдали. Это воспоминания очевидцев. Для ребят был показан фильм, а также они смогли прочитать фрагменты из жизни людей, которые застали те страшные времена. К этому событию в библиотеке готовились за месяц. Подбирали информацию, придумывали, как заинтересовать слушателей. В этом году мы решили показать кинохронику, раньше мы не показывали, потому что, как я уже сказала, именно документальное свидетельство, это то, что нам не хватает в большом мире информации. Гости библиотеки – это ребята из летнего лагеря при школе номер 4. Они узнали, как началась Великая Отечественная война. Для проверки внимательности были подготовлены вопросы, на которые дети смогли уверенно ответить. Что вы сегодня узнали? Мы узнали о Великой войне. Мы узнали, как фашисты на нас нападали. Ванки – это его. Я узнала, сколько детей и людей умирало. То, что война длилась 4 года. Я узнала, что сначала Адольф Гитлер нападал не на нас, а на Даню, Швецию, Норвегию и на другие страны. И в целом понравилось мероприятие? Да! Но на этом программа не закончилась. Ребят пригласили в выставочный зал картины галереи, где сейчас проходит выставка «Подвиг живет вечно». Детям провели экскурсию и рассказали о работах художников военного времени. Наброски Анны Боровской являются одними из самых знаковых. Им посвящен целый стенд. И вот она жила в госпитале и запечатлевала все, что там происходит. Ей такое задание было дано. Чем написана вот эта картина? Карандашом. Простым карандашом. А бумага белая? Нет. А какая? Желтоватая. Ну, во-первых, ей очень много лет. Так ребята смогли еще ближе познакомиться с историей военных лет. Узнать о жизни художников, о том, как им приходилось творить в такое непростое время. Мария Лихобабенко, Владимир Овсянников, Яков Глейзер. Новости Большого округа.